всех торжественно приветствую значит на канале леон и кики у нас продолжение прохождения игры файнал фэнтези почему продолжение потому что мы уже играли в демку и мы продолжаем соответственно с того момента на котором закончили нашу демку мы прошли обучение мы узнали чуть-чуть немножечко истории про нашу семью про нашего братика познали немножечко трагедии я так поняла что мы же напали на нашего брата и походу его убили вот но я сегодня словила по ходу себе очень сильный спойлер а я зашла на стрим и мне там спойлернули очень-очень некрасиво вот так вот прям обидно было надеюсь я за прохождение забуду этот спойлер и потом как ни в чем не бывало удивлюсь вот еще обучение мы прошли все мы обучаем мы прошли единственное мы не прошли доп квест да что-то я на него забила но может сегодня пройдем фига знает что за выкуп у нас на твиче на твиче в чате есть у нас система любви игра вот по команде восклицательный знак love love и так сказать можно узнать все эти самые все условия вот и соответственно как бы в зависимости от того сколько у тебя процентов столько мы тебя из столько мы тебе записываем вот это такая типа игра в русскую рулетку в нашем чате соответственно если если у тебя все плохо мы ставим крест на твоей душе и записываем тебя в блокнотик плюсиком если у тебя в хорошо все то ты молодец если у тебя прям супер хорошо все больше 90 мы записываем тебе минус это твоя протекция от будущего плюса вот и и соответственно если ты хочешь чтобы у тебя было больше протекции или ты хочешь списать все свои старые долги ты берешь и как бы можешь записать себе данные штуки разными штуками то есть ты можешь дарить битцы и сапки и донаты что там еще делать переводы слать письма ну подарки в стиме если честно я не совсем до сих пор не знаю типа засчитывать их или нет потому что ребята присылают это же вроде как тоже но с одной стороны тоже подарок а с другой стороны типа как подкуп короче не знаю как определиться если засчитывать подарки или нет вот но короче и соответственно чтобы не было нечестно можно выкупить за баллы канала баллы канала вам начисляются за то что вы смотрите стрим и пишите что-то в чат вот сабскрайбером естественно начисляется на начисляется больше баллов канала вот и соответственно за баллы канала в конце месяца пару дней вы можете выкупить свои плюсы привет же спадом кто кого подкупил взятка должностному лицу с целью наживы я не против давай подкупай меня полностью так ладно поехали продолжаем так получение доступных предметов доступны дополнительные материалы получить их можно на вкладке система в главном меню чего ага то есть мы в дымке мы остановились на том месте где после бойни нас вроде как отдали в тюрьму вот а теперь нас в будущее опять кидает вернее в настоящее то мы было были в прошлом а теперь настоящим с возвращением прошу прощения какая обстановка скажем так стычка шивы с титаном не упростила нашу задачу титры закрываю мне делать меньше себе сделать блин итоге маленькая какая-то сильно итак все так и есть крестонавцы начали отступление пойдем за ними сержант наш друг погиб если мы вернемся без головы шивы то разделим участь биастом лучше сразиться с железнокровками хоть погибну вдвоем после тебя конечно же я не умру не сегодня что же решено не умрем теперь с твоего позволения отправимся в погоню так пробужденный приз получен случайная встреча новые способности айкона багровый вихрь и волна жара способности айкона феникса теперь доступны для изучения и улучшения на вкладке способности в главном меню чтобы использовать эти атаки в бою не забудьте выбрать их на вкладке снаряжения и айкона они хотят чтобы мы убили тварь которая способна что-то там сделать не как наша цель девчонка что выдержит поводок и на почему так быстро я не успеваю так быстро читать подождите а где вот здесь вот у есть вот система система сохранить загрузить обучение лицензии на основной экран а что там сказали есть какие-то новые вещи режим игры вибрация беспроводного контроллера захват цели так чувствительность камеры по горизонтали яркость экрана производительность графика честно давайте частоту кадров попробуем так субтитры размер субтитров фон субтитров имена говорящих это все понятно схема беспроводного контроллера о вот очки ученого одни ученые носят очки как подспорье глазам уставшим от постоянного чтения фолиантов что названы убористым почерком другим этот аксессуар помогает четче видеть истину и набираться знаний хотя со зрением и так все в порядке звук вот что-то проскрипела так увеличивает количество получаемого убиты на 10 процентов получить этот предмет конечно так талисман катши талисман на удачу копия передней лапы катши мифического существа с золотой шкурой достающего сокровища из земных недр скорее всего основной нет основой проблемы с чтением и товарищи пипец основой для чтения господи основа для легенды стали истории об обычных валийских керлах чей густой мех блестит словно драгоценный металл и у этих кошачьих есть характерная привычка царапать когтями землю прежде чем наброситься на добычу увеличивает количество подбираемых гилов на 25 процентов ну конечно же мы получаем это все так храброе сердце это какой-то меч при виде этого древнего изогнутого полуторного меча в голове возникают 100 странные но знакомые образы четырех безымянных воинов ставших на путь спасения этого мира или соберись да блин короче я сегодня сидела перечитывала этот самый перечитывал пересматривала демку на youtube мне хотелось посмотреть как там выглядит наша 4к на ю тубе вот и блин к моему удивлению очень плохо оказалось у меня выглядит оформление почему-то иконки короче ребят я как видите сегодня все убрала вот и я заметила у меня огромные а а проблемы с чтением прям вообще невыносимо огромные проблемы так снаряжение и мечик храброе сердце берем так пояс нету вот наручи нету кольцо кольцо талисманши давай возьмем тут мы возьмем очки ученого а тут у нас что для активации сложных комбинаций способности достаточно нажать квадратик что у нас тут есть проводит атаку от которой можно увернуться за миг до и попадания клайва время замедлится не действует при использовании кольца удачного уклонения а вот это давайте все хорош пока что вот это вот какая-то видимо комбинация у нас снова вернее не новая это старая вот она одна можно их как-то добавлять потом интересно или нет убрать айкона блин а у нас не один айкон что ли будет так характеристики хорошо предметы главное меню предметы на вкладке предметы отображены все не относящиеся к снаряжению предметы которые есть у клайва а также те что нужны в заданиях здесь же можно активировать расходные предметы например зелья для быстро настройки выберите нужный расходуем и предметы нажмите квадратик чтобы открыть соответствующее меню определив кнопку который будет привязана использование предметом и нажмите крестик для подтверждения так зелье сильное зелье ну так все она стоит зачем что надо и не поняла так дневник на вкладке дневник представлены сведения прогрессе в сюжетных заданиях а также отображаются текущие и завершенные дополнительные задания принять отступающую армию окей так карта ага мы теперь вот здесь а изначально мы были вот здесь демку мы здесь проходили до окна блин какая карта красивая в шоке прям хороша чертовка город какой-то не заказ фильма кстати больше не работает все я убрала это команда тоже убрать так но вроде нормально да так давайте я попробую вебку переделать это чё по звуку нормально или сделать погромче так поехали ой да так с фпстиками конечно поприятнее играть ну да и описание тоже уберу а может кто-нибудь написать в дискорде сделай кик и чтоб я это убрала поменяла все это я забуду так бутыль с тоником защиты в кей не чак-чак-чак не видать найти дорогу будет непросто а ты думаешь отступающей армии их доминанту легче а как там бегать я уже не помню не так по небесах чего небеса то чего небеса нет не поняла так хочу по звуку по итогу и по картинке то нормально все ребят что-то надо менять нет спасибо за фоллоу добро пожаловать так еще надо посмотреть субтитры я никак не не загораживаю жарко вообще не могу просто жопа так мне вниз по идее как же бегать я уже забыла так это это у ворот это как бегать то чувство надо было проходить дымку сначала со всем обучением я не помню ни хрена анг здравствуйте как ощущает себя ваш животик и груди вчера говорили что болят сегодня полегче слава богу я гляжу титан отбил железнокровок охоту драться но где остальные вряд ли перед нами главное войско погодите шевелись отродье сержант нам вновь улыбнулась удача это она доминант ты уверен кристальная ортодоксия отсталая вера для отсталых людей подданных железного королевства учат что доминанты мерзкие нечестивые создания только жрецам дозволено проводить обряды воплощения а тут их много закончим поскорее они любить хотят или забрать я понять не могу они стали нам нужна она засада защищаете наших отцов сюда хорошо воплотись не то девка умрет раз тебе не осталось льда обойдешься сталью поскорее бы умереть как-то драться бы вспомнить блин я берусь хуже чем в прошлые разы ой кажется мне сейчас наваляют три мужика на одну белую вредную женщину настюха дарова будет Проклятые айканы. Айканы, она же не полностью воплотилась. Я не возьму на себя такой груст. Ой, меня хренакнули. А, нет, нихренакнули. Шива побеждена. Ваня, пруэйт. Как жарко, мне нужен веер. Так, новый уровень. Хорошечненько. Новый уровень, это приятненько. Так, что у нас за награда? Ледяная слеза. Она сражалась, роняя... Она сражалась, роняя ледяные слезы, которые разбивались, а залитые кровью землю. Рассказ дольмикийского солдата о битве в ущелье Нисы. Используется при изготовлении предметов. Так, зелье, сильное зелье, стальной шелк. Тоже стальной шелк. Что, засада? Да за что с девочкой-то так? Спасейте ее. Мертва? Сомневаюсь. Ну и чего ты ждешь? Это она? Охренеть! Нет, это... Не ты. Не здесь. Когда я это сделаю? Ой, жесть. Какая кровь ненастоящая. Ха-ха-ха-ха-ха. Верно к нам пожаловали. Ты что вытворяешь? Забрать отродье! Живо вернись и помоги мне убить этих гадов! А он ее отнес, чтобы она типа не попала под удар. Что, если ты реально она, а? Прости, Джил. Ты дурак, Зиолева, блин. Я не могу. Вам вебку надо меньше делать или нет? Чего там? Парирование. Используйте квадратик в момент вражеского удара, чтобы парировать его, ненадолго замедлить время и получить шанс контратаковать. Да, господи, я не помню, что я там нажимала, если честно. Я, кажется, дэш сжала. Но это не точно. Все, мы всех убили. Вот всех. С этим поконченным. Неверно, я дважды повторять не стану. Снеси ей голову и делу с концом. Я не могу. Не стану. Вздумал предать священную империю? Предать? Разве мне приходилось клясться верности вашему императору? Для него я в слуга, но не подданный. Мое дело, выживать. О! И мое тоже. Если мы вернемся с пустыми руками, имперцы казнят нас. Не снесешь ей голову, я снесу тебе. Сержант, я же сказал, что не умру сегодня, но ее убить не дам. Я ему крызу. Я ему крызу. О! Я ему крызу. Кто тебе безымянному дал имя? Восслушать, сержант. Так мы с вами будто чем-то отличаемся. Ты, никто, пустое место и меня не одолеешь. Че, священная падла. Сейчас смотри, как я тебя наслодю на свой меч. А я, пытащ, 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 пытащ. Здравствуйте, Альян Блинок. Кто она такая? Видишь, тут просто ты пришел, когда мы демку уже проходили, и там рассказывалась предыстория, как он, ну, про его семью, про то, как он был со своей семьей, он дочь какого-то лорда, он дочь, он сын какого-то лорда или, ну, короче, какого-то царька, вот, но при этом он в семье почему-то считался как бастард, типа, ну, по крайней мере, своей матерью, потому что он не получил силу доминанта, силу доминанта получил его младший брат. Младшего брата там, типа, восхваляли, а он, типа, был щит Феникса, что-то такое вроде, вот, и с ним всегда ходила девочка, она то ли служанка была, она откуда-то была беженка, и она спасалась в этом царстве, они вместе дружили. Там была вот эта девочка маленькая, с ними еще был то ли хаски, то ли волчонок, вот, батю по итогу убили, брат его, он же сам, что ли, убил, непонятно, короче, у нас тоже просто есть, оказалось, что у нас сила доминанта, а доминант в семье должен быть кто-то один, огненный вроде. Ну, короче, там непонятно, будут дальше рассказывать всю историю, я тебе предысторию коротко рассказываю. Вот, но есть подозрение, что мы замочили собственного брата, вот, вот так вот. Сони Бой ТВ, здравствуйте. Поменяла ракурс камеры? Ну, да, я решила на сегодня сделать так. Блин, как жарко, пипец. А где комната? Что за магия? Вот так вот пропала комната, представляешь? Так, метеорит, используется для изготовления предметов, окей. Вы мне скажите, как вам громкость игры, громкость по сравнению со мной, и вебка небольшая ли? Мне так никто и не ответил. Что, он сейчас станет доминантом? Здорово, Келатив. Проверяй любовь давай, у тебя там бан. А, нет, не бан, вот тебе повезло. Он сделал мастерский паук! Ударной волной снесло всех врагов! Вот это мастер своего жопного дела! Громкость норм, вебку можно поменьше, окей. На сколько времени бан? А у него там 10 плюсов, это выдается на сутки бан. Вебку можно и побольше, да ладно. О, Войк! Ауф! Опять этот метросексуальный мужчина. Сюда! Так, сид! Проклятый ветер. Ладно, идем. Количество метросексуальных мужчин в игре зашкаливает просто. Ох, что просто. Милый Хьюго, мой гордый пустынный лев. Зря ты не берег себя, пока гнался за зайцем. Я ожидала большего от могучего титана. Здравствуйте, многоуважаемый стример. Умница, красавица и просто замечательный человек. Жесть! Похвалил так похвалил? Здравствуйте, замечательный человек на Мазилыче. Мой просто замечательнейший модератор. Спасибо большое за поддержку. Чмок тебя. Вот так вот. Хватит над ним глумиться. Ты просто завидуешь, что ему больше идут кожаные штаны и облегающий хобот, чем тебе. Ну что ты сразу выдаешь все мои секреты? Тише будь, а то забаню. Спасибо за фоллоу. Так. Ты низверг владычицу льда. Что есть, то есть. Но ради такой добычи придется приложить больше усилий. Это не гром, а молния. И это последний его раскат. Ох, Сид, гнусный ты змееныш. Собирай воинов. Займемся делом. Блин, как же мне жарко, пипец. Неужели это ты? А то он охереет, когда проснется, он ее побил. Хе-хе. Кто же ты такой, славный песик? Этот славный песик спас тебе жизнь. Таргау. Что? Его зовут Таргау. Вы знакомы? Тогда я с радостью отдам его тебе. Забавно. Я-то думал, ты предпочитаешь Чокобо. Клайв Росфилд. Не думай отпираться быстро, как пламя, свиреп, как пожар. То был дар Феникса. До меня доходили слухи, что ты выжил, но я не придавал им значения. Спокойно, я пришел не за твоей симпатичной рожей. А вот она. Да, ради нее я не зря марал сапоги. Вроде бы цела. Но кому-то все же стоит осмотреть. Поднимай. Не подходи. Я не шучу. Бросать ее здесь я тоже не стану. У нас есть теплые кровати. Все хорошо. Можешь пойти с нами. Ты же хочешь помочь ей? Сид, если не поспешим, бабуля нам задаст. Я все объясню, как придем к бабушке. Идем сюда. Почему мне говорит, что Эля транслирует взрослый контент? Потому что у нас здесь взрослый контент, малыш. А ты уже достаточно совершеннолетен, чтобы смотреть наш взрослый контент? Мм? Так, проследуйте за сидом в убежище. Вот это, я так понимаю, убежище, да? И нам нужно туда тэпнуться, да? Да. Да. Я маленький, тогда быстро закрывай стрим и уходи отсюда. Почти на месте. Мы же в самом центре мертвых земель. Какой наблюдательный. Мор истощил эти края. Ни деревьев, ни птиц, ни магии. А значит, не до соседей. Никто не догадается искать нас здесь. Марк, здравствуй. Немного по-голландски, это как? Вот мой дом. Ты дома, ты дома, мой хороший. Ты дома, ты дома, мой ракокошка. Ха-ха-ха. Эй. Убежище. Шентральный шторм. Сторм, почему-то. Сторм, шторм, шторм, шторм. Короче, как я себе заспойлерила уже немножечко. Ладно. Это же... Это разваленные чего-то там. Мы решили, что они не станут возражать и чернотой дышать не приходится. Но как выжить без магии? Как и остальным, благодаря труду и смекалке. Проголодался? Представь, мы вырастили их прямо здесь. Как угодно. Ты вернулся? А, Тария. А это доминант? Она без чувств с тех пор, как нашлась. Не против осмотреть ее? Ладно, Гетс, неси девчонку наверх. Ну тогда, бабуля, не переживай насчет Харон. Я все ей оплатила. Полностью? Можешь не волноваться. Она лучший лекарь по эту сторону пояса. Ступай. Осмотри. Я буду у себя. Так, карта области. Нажмите байфую кнопку, чтобы открыть подробную карту области, где вы находитесь. Красный значок указывает на точки, задания которых важны для развития сюжета. Ой, 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 ой. Так, то есть мы тут можем просто бегать и смотреть, да? Блин, слушайте, здесь очень-очень плохо все по картинке. На самом-то деле. Ну-ка, а если я сейчас сделаю... Так, где там... Система. А что-то не поняла вот это... Переключайтесь между режимами с упором на игровой процесс и менее сложным сюжетным. А, не, нам нужен игровой процесс. Так, мне что нужно? Так, вот частота кадров, графика. Давайте графику попробуем. Да, конечно, все при движении смазывается, но при этом задний фон становится более четкий, да? Ну-ка, сейчас попробую пробежаться. Так, как еще мне ключ так и не выдали. Так, карта области, что у нас тут есть? В лазарет я пока не могу дойти, я могу только сюда дойти, да? Так, это что? Толстый чокобу, белая тесла, кладовая, купальня, резервуар. Ну, давайте... Слушайте, давайте попробуем и сходим в купальню. Локация здесь достаточно большая. А здесь купальня? Это вот эта купальня? Блин, я аж заплевала, монитор. Опусти ниже, а то ты паришь. В смысле? Чего тебе опустить ниже, не поняла. Тебя? Как я себя еще ниже опущу, чуть не понимаю. Насчет клейма, нужно обратиться к леди Тарье. Рабство в прошлом, теперь ты свободный человек. Все-таки это клеймо раба. Извините. Между рамкой и тобой зазор. Какой рамкой? Максимум... Сейчас вот так, типа... Да нет, оно все равно так же делает. А, я вижу. Вот так не должно быть? Есть или нету? Ты не в курсе. Веб-ку больше. Вот так? А-а-а! Здорово, мужики! А-а-а! Ай, блин! Дебил круто, что такое? Меньше? Господи, вам, типа, не уходишь. Одним меньше, другим больше. Могу я вообще нахрен убрать? Не, так слишком маленькая. Вот так вот. Все, нормально, отстаньте. Так, ну тут даже ничего нельзя сделать. Чуть ниже и норм. Я могу тебя только ниже поставить. И сказать, чем тебе там заниматься. Я тут кое на чем работаю. Порой выходит не так гладко, как хочется. Что ж, я надеялся, что мы раскроем тайну несчастного Клайва Росфилда, носителя имперской армии сенбрекийцев, отправленного в тыл врага. С приказом дождаться начала побоища, а потом в суматохе перерезать глотку Доминанту. Я не знал, что это она. Как так вышло? И вот, чтобы спасти ее, ты прирезал своего сержанта и скрылся среди холмов. Но забыл, как империя поступает с дезертирами. Мы же знаем, что с такой меткой на щеке ты бы далеко не ушел. Низко выпали, лорд Росфилд. Почему он далеко с этой меткой бы не ушел? Белочка, спасибо большое за рейтинг. Здравствуйте, Елена Кейки, она же Элечка. Мы тут, короче, играем в новиночку Final Fantasy XVI. Вот, присоединяйтесь к нам и нашему добродушному сообществу волков. Обязательно подписывайтесь на Белочку, импозантная женщина, которая любит проходить все старенькие классические игры. Да-да-да, здравствуйте. Орехи есть, а если дойдем, орехи мои. Два больших ореха, прекрасных, красивых, но оставлю их, пожалуй, себе. Привет, Белочка, привет-привет. Эдди Виброк, здравствуйте. Санс, здравствуйте. Всем тихо. Блин, ты вот никнеймы себе вечно делаешь и хер прочитаешь. Всем тихо. Бот, бот, ба, баутут, что, шаутут, что? Как твой ник читается теперь? Господи Иисусе, спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Чаласта, здравствуйте, здравствуйте, да. Мы тут чсвшные душневые в чате, ругаемся матом еще. Это они ругаются, я не ругаюсь, если что, я приличная. Джонни Фейс, здравствуйте, здравствуйте. Машуля, пруэйт, пруэйт. Так, итак, шо у нас тут? Не думай, что я нерадушен. Что ты намерен делать с ней? Делать? Ничего, она свободна, как ветер. Я бы не стал говорить с тобой, если бы думал использовать ее. Мне же хочется помочь. Доминантом вроде нее, меченым вроде тебя. Конечно же, такое не одобряют. Вот мы и живем в пещере. И потому нам тоже нужна помощь, например, меченых, что отличат рукоять от клинка. Что скажешь, Клайв? Ты с нами? Зухалев, здравствуйте. Тебя зовут Сид, я правильно понял? Я верю, что ты можешь, поможешь Джил. Но буду идти своим путем, пока не отомщу за брата. А отомстишь? Моего брата убил второй доминант огня. Злой близнец Феникса. Да чтоб меня. Еще один слух подтвердился. Я выжил только благодаря Джошуа. И ждал этой возможности 13 лет. Спал в грязи, пил источных канав и убил стольких, что сбился со счетом. Ты прав. Империя не терпит дезертиров. Это самый удачный шанс. Мой последний. Вот и присоединяйся. Я же сказал мне не... Интересно, знаю. Мой лазутчик сказал, что к северу в имперской деревне Лоствинг есть беглые меченые. А среди них вроде как есть доминант огня. Он уверен? Так, пойдем и спросим. Не думай, что я теперь с вами. Комбай. А у нас сегодня меченый в гамма-солярий залез? Это как? В смысле? Проготовиться. Итак. В главном зале есть все, что тебе нужно. И все, что нужно не тебе. Удачи. Отлично объяснил. Все, что нужно тебе и все, что нужно не тебе. Класс вообще. Красавчик объяснил просто как боженька. Челсид как будто лицо у Нейтана Дрейка украл. Да, ну да, он такой, он тут... Многие герои слишком похожи друг на друга. О, нет. Он... О, нет. Ты же гец. Поможешь мне? Сид сказал мне подготовиться. Что тут можно найти? Ну, я... Ну, я... У бабули... У бабули... Вот... Хотя, если так подумать, для начала стоит сходить к блокторну. Класс. Кузня? Да, пойду загляну. Нет, нет, погоди. Возьми вот это. Иначе блокторн даже говорить не станет. А так шансов побольше. Ты блокторн? Возможно, но болтать мне некогда. Как и мне. Проверь мое снаряжение перед походом в Лоствинг. Мне все равно, куда ты идешь, хоть в покое богини Грегор. Ради тебя я и пальцем не пошевелю. Вот как. А теперь? Могу составить тебе компанию. Чтоб тебе гец. Ладно, ладно, не горячишь. Сейчас все оценим. Да, уж так-то тебя и мугл заборет, проклятые им перцы. Даже сносных доспехов своим носителям жалеют. Сделаю, что смогу, но только ради геца. Белка скипнула в тени Чернобыля последние 30 минут, так как предыдущие 40 минут занималась только тем, что умирала по КД. А я, кстати, не проходила игру, поэтому я не знаю, я там специально даже не смотрю прохождение, потому что я планирую в будущем. Поэтому я не совсем знаю, чего там, где там, боже, как же жарко, боже, дайте веер в какой-нибудь, пожалуйста. Так, ковка. В кузнице можно создать новое или улучшить уже имеющееся снаряжение. Лишь бы был подходящий чертеж с требуемым и требуемым материалом. Выберите предмет, что выделен в списке и удерживайте для изготовления улучшения. Так, железный пояс получается, ну давай. В этот раз сговоримся за пояс, захочешь что-то еще, материалы добывай сам. Договорились, спасибо. Интересно, кстати, тебе вот мой совет, не позволяй Сиду все решать за тебя. Мне интересно, будет ли меняться здесь обмундирование в зависимости от того, какое ты ставишь. Или оно прям вот одно на всю игру. Когда в убежище что-то происходит, в правом верхнем углу экрана отображаются уведомления. Спасибо за фоллоум. Сообщение о новых товарах в платьях корон и чертежах в черном молоте. Информация о заданиях и письмах и многое другое. В игре и на карте области также появляются золотые значки, указывающие на произошедшие изменения. Блин, прикольно. Поблагодарю-ка я, Гетца. Так. Что за фраза? Я не знаю, что она значит. Ну ладно. Так, воспользоваться услугами. Палаш. Палаш не хочу делать. Так, вот. Железный наруч. Железный наруч и могу сделать. Давай! Ой, подожди. Нет, нет, нет. Я хотела вот еще глянуть. Есть ли там еще? А, нет. То есть тут три всего этого, да? Можно что-то усилить. А я могу усилить свой мяч. Я только палаш могу усилить. Понял. У меня вопрос. Она сразу надеялась или нет? Сейчас понять не могу, где мои... А, вот. Так, пояс плюс два. Вот пояс имперского пехотинца надо... А, нет. Его надо как-то либо продать, либо что-то еще с ним сделать. Так, железный наруч мы заменили. Но проточить мы не можем. Ну и кольцо мы пока что не меняем, да? Окей. Я явно не повар, правда? Хотя, судя по звуку здешней похлебки, мог бы им стать. В общем, Сиду нужен был кузнец, а мне кузница. Я считаю это браком по расчету. Да и горн здесь пылает, словно в преисподней, причем без магии. Славно, что носители ради такого не страдают. Так что, если потребуется что-то починить или подновить, неси сюда. Только материалы не забудь, любые остатки мне. Ну ладно. Иди уже, не заставляйся дождаться. Так, а итогу. Что у нас тут? У нас больше ничего не появилось, да? Насколько я вижу. Подарок сработал, благодарю. Я, ну... Давай, еще чуть-чуть. А, они себе выжигают метки, что ли, лоу? Скоро буду, давай. Принеси одеяло, поскорей. Устроим его поудобнее, пока кровать не застелют. Ну, что стоите, как вкопанное? Несите воды. Да, сейчас. Если вот это попросит что-то еще, помоги. Что? Я, ну... Что, выйти к Отто, получается? Во что я опять ввязываюсь? Кто это? Освобожденный имперский носитель. А ты кто? А ты кто? Этот может и ночь не пережить. Сбегай в лазарет, что на верхнем этаже. Приведи талью. Давай, поскорей. Не тарья ли лечит Джил? Ей нужен отдых. Вот, окрепнет тогда и будет лить слезы о прошлых деньках. Я пришел не за Джил. Иди вниз, нужно помочь раненому носителю. Так бы сразу и сказал. А я что сделал? Он поправится. Но лучше осмотреть обоих. Придется повозиться. В убежище все, как всегда. Многим носителям приходится так же туго. Сбросить оковы не так просто, как кажется. Пока набираешься храбрости, успеваешь угаснуть. Успеваешь угаснуть. Этим двоим вот повезло. Меня звать Отто. Если что-то нужно, спрашиваем. Что ж, Отто? Мне нужны припасы. Припасы. С этим тебе всевременно поможет наша леди Харон. Ясно. И да, спасибо тебе. Увидимся. Вряд ли. Я тут не задержусь. Вот как. Ладно, но пока ты здесь, чувствуй себя как дома. Ты помог нам, и мы этого не забудем. О, доп. задания. Класс. Обращайте внимание на неигровых персонажей с зелеными значками над головами. У них найдется задание для вас. Со списком выполняемых и завершенных заданий можно ознакомиться на вкладке «Дневник» в главном меню. Если вы взяли задание в левой части экрана, появится список дел, все задачи, которые нужно выполнить. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Одновременно могут отображаться задачи по основному сюжету, это красный значок, и четырем дополнительным заданиям, это зеленые значки. На вкладке «Дневник» в главном меню можно отдать приоритет любому заданию. Для этого выделите его и нажмите крестик. В таком случае задачи будут отображаться в списке дел, пока вы не выполните их или не отдадите приоритет другому заданию. Чтобы снять приоритетный статус, выделите нужный пункт и снова нажмите крестик. В убежище доступны следующие возможности. Тысячетомник, постоянно пополняющаяся энциклопедия в Алистии. Оркестрион, музыкальный инструмент, записи для которого можно добыть во время игры. Оба объекта находятся в толстом Чокобо, таверне-убежище. Чтобы найти их на карты области, нажмите большую кнопку. Кто в сети люди? Мне нужны припасы для похода в Лоствинг. Отта отправил к вам. Дожили. Приходит чужак, почетной даме, что-то требует от нее, а сам даже не представился. Я Клайв. Что ж, Клайв, говорят, этот пес твой. Когда Сид нашел, его мне пришлось приглядывать за этой животиной. Теперь это твоя работа, пока ты не потеряешь его снова. Нет уж, не потеряю. Спасибо, что присмотрели за ним. Да, ты же хотел что-то купить. Что, ваше величество, думали я, дам вам все нажито честным трудом, хоть вы и при деньгах? Так, дела не делаются, юноша. Нужны припасы, плату, вперед. Сучка, а? Другой звук фоу? Да, меня тот заколебал. Так, торговые лавки. Расходуемые предметы и снаряжение можно купить в лавках по всей Валистии. По мере развития сюжета ассортимент товаров будет меняться. Так что почаще наведывайтесь к торговцам. Так, у нас есть палаш, но этот палаш хуже моего, поэтому менять мы его не будем. Железные наручи то же самое. Есть зелье, сильное зелье и тоник защиты. Так, я могу продать. Вот, вот продать это хорошо. Так, продать. Так, ну все, вроде. Больше нет. Да, от герцога одного лишь майя. Что, майя? Мало? Вот за кого ты теперь? После всего, что я для тебя сделала. Ладно, ладно, сделаю исключение. Но только в этот раз. В моей лавке полно хлама, а мне нужно место для нового груза. Спасибо тебе. Мне? Благодари своего пса. Блин, похож на моего барсика здорового. Ха-ха-ха-ха-ха. Камень Орета. Доступен камень Орета. На этой изменяемой площадке Клайв сможет безопасно опробовать новые способности, изучить особенности боя с разными врагами. Дополнительный функционал будет разблокироваться по мере развития сюжета. Так, ну зал доблести получается. Начать упражнение. Так, а что, у меня ничего не выучено еще. Зал доблести. Изменяемая площадка, где Клайв сможет безопасно опробовать новые способности, изучить особенности боя с разными врагами. Нажмите большую кнопку, чтобы открыть меню упражнений и выбрать параметры для противника, так и для союзника. Так, неуязвимость, восполнение, своевременность, шквала, таймеры, доступность, агрессивность врагом, неуязвимость врагом, выбор цели. Выбор цели, давай. А, нет, не то. Так, подожди. А только это я могу, да? А, нет, не то. А, то есть надо кружочек сжать, я поняла. Ну все, в принципе. А как выходить отсюда, вопрос? Тример, покажи слоника. Могу только бан показать. Хочешь, привет, прапору. Закончил? Тебе уже пора. Я буду скучать по вас, леди Харом, как всегда. Но все равно уйдешь, да? Повеселимся? Подожди, я еще не хочу уходить. Мне надо по бочке взять. С помощью карты мира можно мгновенно перемещаться в разблокированные точки. Новые места разблокируются при нахождении ориентиров, так называемых обелисков. Или выполнение сюжетных заданий. Когда вы покидаете какую-то точку, карта мира открывается автоматически. В любой другой момент она доступна на соответствующей вкладке в главном меню. Тут сложно. Как игра? Да, вот, съем потихоньку. О, новое лицо. Надеюсь, и пара умелых рук прилагается. В толстом чоку, во всегда людно, а нас слишком мало, чтобы везде поспевать. Не согласишься ли отнести еды тем, кто сидит за теми столиками? За труды получу все, что есть в моем ящике, и бескрайнюю благодарность. Почему бы и нет? Чудесно. А как зовут твоего нового компаньона, Клайв? Рад знакомству, я Кеннет, и это респектабельное заведение держится лишь на моих усталых плечах. Сейчас у нас есть три голодавших клиента. Отнеси им эти тарелки, смотри, не обожгись. Горячий обид, забытая роскошь. Вот. Благодарю. Надеюсь, меня не обвиняют в ленности за то, что сам не взял еду. Просто бывший хозяин, неважно, ко мне относился, из-за него теперь я хромой. Но Сид все равно взял меня к себе и обеспечил кровом, о чем раньше можно было лишь мечтать. Если бы не Сид, меня бы уже давно не было на этом свете. За эту милость я благодарю богов каждый день. Твоя еда. Ну, наконец-то, выглядит аппетитно, спасибо тебе. Раньше я тебя тут не видел. Что, этот пройдоха Кеннет уже загонял, небось? Он вроде бы обещал заплатить за работу. Ха-ха, и пусть заплатят. Мы больше не рабы, не падай духом. Описание для Верайзинга делать как везде или не трогать его? Как и везде делай тогда, раз сам будешь. Славно, что убежище наконец-то оживает. Ведь совсем недавно тут была только кучка старожил. Так. Так-так. Оказывается, просто посадкой семян не обойтись. Момент сперва дочитаю. Не хочу быть обузой, пока я не могу приносить пользу, но лучше знать больше. Верно, как и поесть, пока не остыло. Конечно, спасибо. Свой заботливый. Так, вроде бы все, вернусь к Кеннету. Ну, пошли деньги получать. Что, уже справился? Чудно. Это были носители. Все трое. И не рабы, ждущие подачки от хозяина, равноправные люди. Все верно. Равенство, краебольный камень нашей скромной общины. За этими стенами мы презренные рабы. Можем открыть рот, лишь когда обращаются, и питаемся объедками со стола господина. Здесь не горячий обед для многих первой в жизни. В убежище мы действительно свободны. Можем говорить, что хотим и когда хотим. Есть до отвала и в любой момент. Этого достаточно, чтобы поверить в планы Сида, правда? Да, я же обещал тебе награду за труды. Распоряжайся всем, что есть в этом ящике, как хочешь. Спасибо, Клайв. Не забывай заглядывать к нам. Но чуть позже у меня стрим, прапор. Как я сейчас? Мне бросить все пойти делать? Да заткнись ты, шавка. Господи, гавкает и гавкает. Вообще не заткнуться. Сто процентов гавкает какая-то мелкотня, блин. Здорово, Изюма. Блин, как же мне жарко, чат. Я не могу. Я, наверное, волосы соберу. Пипец. Ах. Ой, надо еще полотенце убрать, а тут птенце тоже жарко. Жесть, Ваня, ну что ты снимаешь штанишки там Анку-то бедному? Анна-ка там сейчас в шоке будет, сейчас, одну секунду. Здрасте. Так, в этом мире полно сундуков с сокровищами. Если вы найдете такой, не стесняйтесь открывать его с помощью икса и заберите добычу. Все равно никто не видит. В смысле никто не видит. Так, знак стойкости, окей. В толстом чокоба есть два правила. Ешь пока не остыла и сметайся подчистую. Тем, кто следует им всегда здесь радуем. Сид добрый. Но его к манерам нужно привыкнуть. К его манерам. Потерпи немного. Если умеешь читать, не говори, вот там мигом защита посадят. Так, здесь вот этот был молодой человек, мудрец. Ну-ка, что-то дашь мне. Твоё лицо мне знакомо, а ты в убежище недавно? Можно и так сказать. Что ж, позволь поприветствовать тебя. Я орфократ Гиперборей 2. Это, эээ... Знаю, трудно выговорить. Да не. Поэтому все здесь зовут меня попросту фолиантом. Скажешь так, из-за компании, в которой нахожусь. Привет, это Дагион. Давай, Мазилч. А, она разношерстная. Видишь ли, я коллекционер. Но не всяческих безделушек, а истории. Прошлое культура этих островов и по сей день завораживают меня. Спасибо за фолон. Увы, дни, когда я бродил по миру в поисках новых сказаний, давно минули. Остается делиться полученными знаниями с теми, кто готов слушать. Возможно, ты хочешь вкусить их? Так, а... Посмотреть давай. Тысячетомник, исчерпывающие собрания, сведения в Алисте, основные понятия, важные персоны, географические и исторические данные и многое другое. С каждым походом Клайва в тысячетомник добавляется новая информация, но прошлые версии и текущих знаний о мире не удаляются. Так, поехали по поводу доминантов. Доминант. Тот, в ком спит сила Айкона. В целом, доминанты ничем не отличаются от обычных людей. Однако, в любой момент они могут применить магию, не используя кристаллы или превратиться в чудовищ, способных разрушить все вокруг. За это их почитают, боготворят и боятся во всем мире. Так, Айконы. Никто и никогда не видел всех этих существенных сущностей в одном месте. А, да. Воплощение. Процесс, в ходе которого доминант принимает материальную форму своего Айкона. Чаще всего так поступают во время войн, чтобы дать союзникам преимущество в бою. Обычно воплощенный доминант сохраняет контроль над Айконом, но порой последний все же берет вверх, и тогда манифестация стихии начинает сеять хаос и разрушение. А, блин, вот это жопа, конечно. Сегодня список делать? Да, только я там уже некоторых записала. И кто это? Кто? Что? Что надо? О, мне сейчас, походу, какие-то секс-услуги будут предлагать. Судя по аватаркам. Твич считает, что 16 в названии это возраст. Спрашивал, точно ли я буду смотреть. Нет, я просто поставила себе тот самый пункт, который говорит, что типа так и так, что у нас тут сексуализированный контент. Вот так вот, да. Так, слушайте, блин, я с этого ракурса и с собранными волосами очень плохо выгляжу. Я вот думаю, может быть, я вообще выключить вебку? А то, что-то это. Я хочу просто раздеться и играть голой. Так, ну-ка, сейчас посмотрим, как будет, если я выключу свет. Вроде нормально. Так, вырубим. Думаешь? Ну ладно, тогда вырубаю, что? Буду играть без вебки. Сейчас я разденусь. Да, чат, да. Я буду голенькая. У-ху. О, не, я придумала. Я буду не голенькая, я буду в здоровой футболке. Сейчас, подождите. Ай, больно. Так, ну-ка, если мы сейчас сделаем вот так. Нормально же. Я в домашней футболке, думаю, ничего страшного. Пойся, стихну. Да. Вопрос не сделали. А так? Зачем вопрос? Я хочу так. Я либо буду вообще без вебки. Сейчас посмотрим, как мне будет в футболке. Либо придется реально отрубать вебку и сидеть вообще голой. Наверное, мне что-то жарко сегодня, я не помню. Хотя, говорят, кстати, что... Так, вот так идет по ногам. По ногам ничего, нормально? Да. Как будто он не дурит, наверное. И так, читаем дальше, да? Блин, у меня уже крабик все не выдерживает вес моих волос. Блин, нет, жарко. Блин, что за фигня? Да, он, походу, подумал, что он потерял сознание. Это не он замочил. Вот. Но тут вообще, типа, на самом-то деле, рассказывали, что сюжет здесь достаточно предсказуемый. Вот. По финалке. Ну, типа, ничего не будет сверх какого-то умопомрачительного. Просто очень горячая женщина. Да, да, это я. Так. Чаще всего так поступают во время войн, чтобы дать союзникам преимущество в бою. Подожди, процесс, в ходе которого доминант принимает материальную форму своего айкона. Или айкона. Господи, как правильно читается. Чаще всего так поступают во время войн, чтобы дать союзникам преимущество в бою. Обычно воплощенный доминант сохраняет контроль над айконом, но порой последний все же берет вверх, и тогда манифестация стихий начинает сеять в хаос. А, это мы прочитали. Так, битва в ущелье Нисы. Битва в ущелье Нисы. Короткое кровопролитное сражение между Железным Королевством и Республикой Дальмикией. Желая положить конец давнему конфликту с железнокровками, дальмякийцы собрали совет в форте Зернитра и обратились... Кому обратились? За помощью к своим союзникам, Валутцам. Переговоры не увенчались успехом, и оставалось надеяться лишь на могучего Титана, которому Республика и так сильно задолжала. В ущелье Нисы доминант Дальмикии сошелся в бою с Шивой, айконом Железного Королевства, и обе стороны понесли неисчислимые потери. Так, Республика. Юлю, здорово. Страна, объединившая пять государств, поменьше расположена... Так, государств поменьше. Расположена в южной части континента Сторм. В столице Ранделе находится исконный кристалл Дальмикии и клык дракона. Государственной религии нет. Граждане обладают свободой вероисповедания. Главным политическим органом государства является парламент, управляемый премьер-министром и сформированный из представителей отдельных регионов. Титан. Хранитель земли. Этот айкон, доминантом которого сейчас является Хьюго Хубка, принимает форму каменного великана, способного сотрясать землю ударами своих гранитных кулаков. Сила Титана пробуждается в жителях Дальмикийских пустынь. Ее обладатель получает власть и высокий титул в республике, но взамен должен защищать страну в случае войны. Хьюго Хубка. Пробудившаяся сила айкона Титана позволила Хубке продвинуться на политической сцене Дальмекии. Дальмекии, хер его знает, Дровадос. Он получил возможность влиять на армию и курс развития государства, а заодно и обогатился. Хьюго не радеет за свою страну и пользуется положением исключительно разве собственной выгоды, не зная от пределов лишь его любовь к Бенедикте Харман. Ради этой женщины Кубка, не задумываясь, предаст всех союзников. Так, Бенедикта Харман, командующая элитными лазутчиками королевства Валут, всегда находится подле своего повелителя во время переговоров на самом высоком уровне, например, с Дальмекийцами в форте Зернитра. Бенедикта может похвастаться особой связью не только с Варнавой. Она имеет виды и на Хьюго Хубку. Хубку, господи. Она, слушайте, не похожа вам на эту, на королевишну, которая предала своего сына, ну и семью? Не? Не она? Я уже не помню просто как она выглядит. Ой, не падай, женщина. Так, будет нормально. Так, совет в Зернитре. Это мы прочитали. Республика, так, форт Зернитра, крепость, расположенная в запад, на это пофиг. Ущелье Ниса, совет, так, битва двух миров. Подожди, давайте закрыть, 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 закрыть. Что мы еще не читали? Носитель. Человек, способный колдовать без каких-либо дополнительных средств. В Алисте и мужчины, и женщины, родившиеся носителями, попадают в рабство. Им ставят клеймо на щеку и используют как дешевую альтернативу редким драгоценным осколкам кристаллов. Такая система существует уже несколько веков и стала неотъемлемой частью жизни. В мире почти не осталось тех, кто жалеет носителей и считает их за людей. А почему она молода для нее? А почему? И почему носители не взбунтуются и не наваляют? У них же есть магия. Что за фигня? Так, магия. Искусство пропускать через себя эфир, чтобы сделать воображаемое реальным. Обычно используется одна из восьми стихий. Огонь, вода, ветер, земля, лед, гром, свет или тьма. Порой стихийный заряд отсутствует. Носители и доминанты способны колдовать, когда пожелают. А всем остальным для этого нужны кристаллы. Магия – неотъемлемая часть жизни в Алисте. И без нее существовать становится безумно трудно. Кристалл – один из самых ценных материалов, позволяющий людям, лишенным магических способностей, использовать эфир из окружающего мира в своих целях. Так как большинство валийцев не могут жить без колдовства, правительство всех стран на Близнецах жестко регулирует добычу кристаллов и торговлю ими. Каждый осколок проводит лишь ограниченное количество эфира, после чего рассыпается. Отсюда и постоянная потребность в новых поставках. Исходные кристаллы – огромные сверкающие горы, пять из которых ныне возвышаются на два листья. Они являются источником всех кристаллов, повседневно используемых на Близнецах. Более того, земли вокруг этих гигантов богаты эфиром, благодаря чему применяемая магия становится лишь сильнее. Именно поэтому пять великих государств образовались вокруг исходных кристаллов, и с давних пор воюют друг с другом за право обладать их дарами. Прикол. Эфир – жизненная сила Земли и источник магии. Количество эфира, требуемое для применения заклинания, зависит от мощности последнего. Чем шире область, на которую будет оказан эффект, тем сильнее использование магии скажется на теле человека. Крупные кристаллы способны высвободить больше энергии, чем мелкие, и потому пригодны для более серьезных заклинаний. Если для жарки рыбы хватит и обычного осколка, то для поддержки жара в кузничном горне уже понадобится источник, контроль над которым осуществляет государство. Так, Сереж, здорово. Я вчера подумал, что я на кнопке понажимала, тут другое. Чего? Что? Что такое, Ром? Привет. Блин, меня барсик поцарапал. Вот падла. Так, Мертвые земли. Бесплодные пустоши, полностью лишенные эфира. Здесь не получится использовать магию, а вода и почва столь черны, что не может вырасти даже обычная трава. В последние годы мор распространяется все быстрее, оставляя после себя лишь разруху, из-за чего оголодавшее зверье становится все агрессивнее. А целым народам приходится покидать родные земли. Так, Убежище Сида. Укрытие посреди мертвых земель в центре Сторма, где обретается тайное общество освобожденных носителей. Обычно области, пораженные мором, считаются непригодными для жизни. Однако тем, кто поддерживает дело Сида, все же удается хоть как-то существовать здесь, благодаря находчивости и практически неразрушимым развалинам павших, которые обеспечивают защиту. Спасибо за фолу. Что? Ой, это я случайно. Пишет мне какая-то женщина, пишет добрый день. Я пишу, здравствуйте, с нами. Твое качество жизни улучшится в разы. Спасибо, до свидания. У меня и так забысы качество жизни. Ой, Рома, осуждаю. Да, у меня просто на самом-то деле, я специально даже видеоролики смотрела по поводу вселенных Final Fantasy. Мне было очень интересно узнать про лор вселенной. Оказывается, в каждой игре он разный. Я такая, да ёпара сатэ. Это, короче, такое себе. Укрытие посреди мертвых земель в центре Сторма. Построено на развалинах павших. Атюдо Сид руководит тайным обществом освобожденных носителей. Большинство тех, кого зовут мечными, настолько привыкли к дурному обращению со стороны хозяев, что испытывают изрядное потрясение, попадая в убежище, где можно почувствовать себя свободным. Например, быть накормленным горячей пищей или поспать на мягкой постели. Так, без теарий. Поехали. Феникс. Хранитель огня, которому... Подождите. Хранитель огня, даровавший свою силу Джошуа Росфилду, наследнику трона Розарии. Доминанты феникса всегда рождаются в семье герцога, и народ боготворит их, ведь пламя огненной птицы одновременно разрушительное и целительное, много раз спасало эти земли от разных бед. Хранитель огня, которого в последний раз видели в 860 году в ночь падения врат Феникса, когда юный Джошуа Росфилд потерял контроль над своими силами, впервые мощь Феникса пробудилась среди частиц огня древнего племени, кочевавшего по западным окраинам Сторма. С тех пор дар огненной птицы предавался лишь между наследниками розарийских правителей. Второй айкон огня. Огненный айкон, впервые появившийся в 860 году в Алийской эре, когда армия империи напала на врата Феникса, главную крепость Розарии. Это демоническое существо, окутанное пламенем преисподней, набросилось на Феникса с невиданной яростью и жестокостью и одолел того. Да это 100% Клайв, второй айкон огня, 100% жопы чую. Шива, хранительница льда. Так, от одного ее вида у врагов кровь стынет в жилах. Железнокровки отправили Шиву в ущелье Нисы на бой с силами республики. Там она сражалась с титаном-айконом земли. Хранительница сейчас... Так, сейчас доминантом этого айкона является Джил Уорик. Ой, спойлер, все-таки она. А от одного ее вида у врагов кровь стынет в жилах. Они знают, что Шива владеет магией льда и с помощью эфира способна создавать огромные глыбы. Так, ну про Титана мы прочитали. Гоблины, я думаю, не особо интересны нам, да? Чокобо. Любимые ездовые животные валийцев. Ну, то понятно. Мальбора. Это то, что мы... Это то, что будет с вашими легкими, если будете курить, чат. Ты уже переоделась? Да мне жарко, пипец. Поэтому, да, пришлось переодеться. Столы. С помощью сов люди, сонастроенные с ними, могут передавать свои мысли другим. Достаточно произнести древнюю фразу, чтобы благодаря эфиру окаменевший третий глаз этого существа сохранил сведения, предназначенные лишь одному адресату. Обычно таким способом общения пользуются дворяне и прочие властемущие, желающие отправить тайную или срочную весточку. Простым людям столы редко доступны. Слова «О миа лост элан ту исак элите» в вольном переводе означают «моя воля твоя ноша», «наша связь нерушима». Кстати, у чувака, который здесь, вот этот сид, у него была эта птица. Вот, он, походу, общается с каким-то этим дворянином каким-то. Крыса, короче, походу, да? Походу, крысом. Так, ладно, давайте потрогаем этих гоблинов еще. Так, загадки мира. Кристальные пайки. Осколки размером на небольшие ладони, позволяющие колдовать тем, кто не рожден носителем. Государство на близнецах контролирует добычу и распределение таких кристаллов, чтобы каждый добропорядочный гражданин, а не преступники, меченые и прочие отбросы общества, мог наслаждаться даром магии. «Обычно люди носят выданные им осколки в защитном чехле». То есть, короче, если ты рождаешься, типа, с магией, то я не понимаю, ты должен юзать кристаллы или нет? Ну, вот ты меченый, соответственно, ты можешь пользоваться магией. Ты кристаллами пользуешься или нет? Я не поняла. Или, типа, их как раз-таки ненавидят за то, что они могут пользоваться без кристаллов. Вот, не поняла. Так, государственные осколки. Большие куски кристаллов, передаваемые поселением по всей Валистии для удовлетворения нужд граждан. Обычный осколок позволяет разве что получить чашку воды или растопить печать, а вот государственные помогают наполнять колодцы, поддерживать жар в кузнечных горнах и даже освещать улицы больших городов на Близнецах. Так, первый щит. Титул, жалуемый самому сильному и доблестному щиту армии Розарии. Первый щит – личный страж номинанта Феникса, с которым Айкон делился частицей своей власти над огнем. Так, первый щит. Личный страж доминанта Феникса, с которым Айкон делился частицей своей власти над огнем. Называют эту силу даром Феникса. Блин, а как, подождите, может все-таки не он второй этот страж, ну, второй Айкон огня, может не он или он? Да нет, он должен быть. Так, дар Феникса. Благословление, позволяющее использовать магию огня без помощи кристаллов. Этот дар Джошуа преподнес Клайбу в день, когда старшего из братьев Росфилдов назначили первым щитом. С давних пор в Розарии проводят ритуал возрождения, в ходе которого доминант Феникса делится частью силы со своим защитником, чтобы тот мог лучше выполнять обязанности. Ага, понял. Так, меченый солдат, носитель которого государство-рабловладелец заставило сражаться за свои интересы. Такие люди умеют творить мощные заклинания, но при этом служат расходным материалом, их часто отправляют на передовую, а также заставляют выполнять сложные разведывательные задания или убивать политических противников. То есть они могут творить мощные заклинания сами по себе. Без кристаллов. Поняла. Так, клеймо. Метка на щеке носителя, указывающая на то, что он не совсем человек. Согласно древнему договору великих народов в Алисте, и рабов клеймят подобным образом, чтобы потом продать за границу. Всех новорожденных проверяют сразу же, и тех, кто способен творить магию без кристаллов, клеймят и отдают на попечение государства. Иногда такой процедуры удается избежать. Родители могут спрятать ребенка. Чиновники не доглядеть, а сила пробудится позже обычного. Впрочем, чаще всего таких нарушителей все равно находят. Блин, да почему же они не восстанут тогда? Они же могут пользоваться магией без кристаллов. Они же там устроят бунт и типа это, наваляют. Павшие. Древняя высокоразвитая цивилизация, чьи осколки можно найти в любом уголке Валистии. Материалы, использовавшиеся ее представителями, намного прочнее стали. Настолько, что не поддаются обработке методами, доступными сейчас. Именно по этой причине люди предпочитают строить свои поселения внутри или вокруг развалин павших. Так, камень Орета. Загадочный керамический артефакт, находящийся в убежище. По виду эта плита напоминает реликвии павших и явно выполняла какую-то важную функцию. Но на деталь воздушного судна она совсем не похожа. Этот хранящий тайны камень оживает в присутствии Клайва и вызывает у того порыв познать пределы собственных возможностей. Так, национальный гимн мне не пофигу. В смысле, мне пофигу, зверолюды пофигу. Барды? Огня, Оркестрион. Любопытный заводной механизм по щелчку переключателя, воспроизводящий различные музыкальные композиции. Композиции нужно находить в мире. Поняла. Так, Метия. Ярко-алая звезда, сияющая рядом с луной. А по легендам посланница и глашатай этого небесного тела, глядя на Метию, жители Валистии часто загадывают желание, чтобы та донесла их слова до высших сил. А, это типа наша это, звезда и самая яркая на небе. Ну да, у них, наверное, есть магия, но типа не учили пользоваться. Так, Хроники Мосса. Понятно, нафиг. Положение дел. Блин, не. Вот это я пока не хочу читать. Давайте позже прочитаю, наверное. Так, важные люди. Так, Клайв Росфилд. Ох, тут, ёб твою мать. Блин, давайте чуть попозже прочитаем про важных людей. А я не могу уже просто. Я столько прочитала, что у меня уже горло болит. Надо что-нибудь поделать. Будем как возвращаться сюда. Будем потихонечку читать лор. Главное, основа про кристаллы мы узнали. Основа про кристаллы мы узнали. Вот это хочу. Сделай сам и почини. Окей. Блин, я кушать хочу. Блин, я кушать хочу. Проклятие, дерева не хватает. Но если я побегу за ним, все наверняка рухнет. О, на даже. Как ты, кстати? Если не затруднит, принесешь немного древесины. Блин, не дают награду. Ну ладно, давай поможем. Хорошо. Спасибо, выручишь меня и все убежище. Работы у меня не в проворот, все и не проделать, если честно. С виду ты и правда очень занят. И не говори. Спору нет, павшие знали свое дело, но даже их творение не вечное. Вот и укрепляем стены. А то как рухнут на грядке и лишат нас первого урожая. Что тогда делать? Что верно, то верно. Так где взять древесину? Сходи в Белое Тесло, там тебе мигом подскажут. Повторюсь, спасибо тебе за помощь. Я вот уже думаю, тут столько текста, стоит ли мне это все читать. Короче, как я поняла, Великий это какая-то типа раса, которая была раньше, и они вот привнесли, типа, якобы на планету кристаллы, вот эти вот все строения. Это типа пришельцы, что ли, были? Ну, судя по тому, что мы вчера слышали истории про этот самый, про Final Fantasy, здесь постоянно какие-то пришельцы привносят какую-то силу и кристаллы. Друг мой, человек, что трудится возле сада, позвал меня за деревом. А, ты от Джеффри, главного плотника, тебе повезло, для него как раз все готово. Бери сколько нужно, вон туда, оттуда. Спасибо. Мне же не придется несколько раз ходить, на. Отлично, отнесу, пойду, 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 отнесу. О, вернулся, надеюсь, вышло не слишком хлопотно. Столько хватит? Да, конечно, вполне, если повезет, в ближайшее время обвала не случится. Нет, все же не так плохо, и уж точно лучше других вариантов. Здесь тепло, безопасно, нас никто не найдет, чего еще желать. Возьми-ка, заслужил, добро пожаловать к нам. О, все-таки награда будет? А что он даст? Брось, нет нужды. И не важно, что ее нет, ты же теперь один из нас? Че дал, че дал, че дал. Опыт дало. О, норма, норма, ресурсики. Короче, квесты все выполняем. Обычно такие квесты, вот, принеси-падай, выполняются очень-очень медленно. И бывает еще несколько раз вот так вот надо про это пробежаться. Так, ну, вроде я тут... А, нет, вот сюда еще я не сходила. Так, пошли. Спасибо за фону. Благодаря Оркестрону в убежище будет звучать различная фоновая музыка. Список композиций расширяется за счет лент Оркестрона, Оркестреона, который можно получить в заданиях основного сюжета, купить в лавках или найти в сундуках и сокровищах. Ну, я так поняла, игра чуть попозже выйдет на компы. Это приятненько. Так, а как там... Ой, пёси, привет. Тебя можно погладить? Нет? Видимо, нет. Так, ну, это вход. Мне туда? Доберитесь до Грейтвуда. Изменить масштаб. Приместить указатель по центру. Открыть карту мира. У меня больше нет никаких квестов. А, это то, что мы выполнили. Да, у меня только одно получается. А что значит Q1? А, первый квартал, типа? Кровавые мухи повсюду. А, пошли бы кристалли на дорогу. Я же сказал, мы вне закона. Хочешь бежать от охотников за головами отсюда? И до столицы? Что плохого в том, чтобы срезать путь по живописным местам? Мертвых земель становится все больше. Удивительно, что такие места еще есть. Пусть и с кровавыми мухами. Скоро мы окажемся в имперских землях. Ты готов? Как никогда. Вот и славно. Кровавые мухи, кстати, это комары. О, торгал. Отличный пес. Бесстрашный. Быстро стал охотиться. Рад снова видеть тебя, торгал. Лучше выбраться из этого леса до заката. Или если выйдет Сау с погружением, пойдешь туда? Но погружение это VR, я не очень люблю VR. Так, торгал наступил в отряд и будет сражаться на стороне Клайва. Используйте, значит, крестик вот этот вот. Чтобы переключаться между виджетом быстрого доступа и командами питомца. Доступно три команды. Травля, лечение, рывок. Окей, это хорошечно. Уместная помощь. Аксессуар под названием кольцо уместной помощи позволяет обходиться без команд торгалу. Питомец будет автоматически совершать действия в зависимости от изменений в бою. А я говорил, что тут водится злобное звере. Но опытному убийце бояться нечего. Подожди. А как поставить? Может, в бою надо ставить? Видимо, в бою надо ставить. О, во! Так, у меня 425, да? Что мы можем изучить? Огненный клинок. Угу. Рывок вниз. Выпад. Провокация. Нет, провокацию не хочу. Быстрое восстановление. Не, я уворачиваться буду. Трамплин. Не. Усиленная магия. Давай возьмем усиленную магию. Огненный клинок. Рывок вниз. Выпад. Ну давай, ладно, трамплин возьмем. Вот этот. Оно, в принципе, все немного стоит. Я тогда возьму его. Буду прожимать и жмякать все, что угодно. Так. Пум-пурум-пу-пум-пу-пум. Точный уворот. О, хорош. Так, выпад 200. Рывок вниз. Огненный клинок. Блин, нет. Вот могу еще вот это. Усиленная магия. Нет. Магический шквал. Блин, магический шквал надо было выучить. Дьёк-макарек, что я зла шарта. Ну ладно. Да собираем еще тогда. Хотя, подождите, можно сбросить все способности нахрен. Гул, гул сбрасывать. Гул сбрасывать. Так, магический шквал, поехали. Вот. А все остальное давай так выпадь. Рывок вниз. Огненный клинок. Усиленная магия. Так, что там еще? Ну давай трамплинчик убахнем. И вот это вот еще. Здорово, жваха. Ты телефон зарядил, что ли? Так, все. Я все сделаю. Да, ободрил. Потом поблагодаришь и за короткий путь, и за поддержку. Ой, а у жвахи, кажется, бан, что ли? Подожди, нет, мы живу... Блин, извини, жваха, я тебя перепутала. У тебя не бан, все нормально. В рамках интервью японскому подразделению PlayStation продюсер Науки Йосида сообщил о том, что Square Enix хочет выпустить Final Fantasy XVI на ПК. Однако он подчеркнул, что не стоит ждать релиза порта ровно через полгода после выхода игры. Конечно, потому что это же эксклюзив. Вы видите, как они умалчивают все то, что это эксклюзив Соники, и они за это бабосики получили. Да, а почему? Ой, добивание какое-ля, видели? Блин, я не понимаю, я столько скиллов выучила, а у меня ни хера не происходит, почему? Я думала, у меня будет что-то новенькое. А, ну вот это надо задержать. А как сделать огненный меч? А, ооо, жесть, круто. Ой, ты, икзо. Ой, ты, икзо. У, ёпта. Извините, меня немножечко плюшчат. Я такая маленькая, жесть, какая я маленькая сегодня. Блин, я ногу отсидела, да что ж такое-то. Ай, 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 ай. Дело не только в этом. Даже если работу над версиями Final Fantasy XVI для других платформ начать сразу же после релиза, то всего за 6 месяцев качественный порт не получится. Так они могли сразу все делать, не? Многие же игры выпускаются и там, и там. Просто, понятное дело, что ну, типа, если они выходят, даже не просто там, знаете, серии. Наша игра выходит на консолях и только потом на ПК, да? Она выходит только на одной консоли и только на PS5. Она даже на PS4, кажется, не работает. Вот. Понятное дело, что там Sony выкупили эксклюзив. Артём, здравствуйте. Почему в TFT иногда на выборе Persas и Net некоторые аватары мелкие и молниеносно носятся? А, бывает, ауга такая. Да, это ауга, скорее всего, которая тебе скорость даёт. Как игра? Стоит вообще ждать на ПК? Ну, мой вердикт да, стоит. Здесь, конечно, офигеть, сколько читать. Просто заколебёшься. Ну, как? Это, типа, мне, наверное, как стримеру надо, типа, читать. А если ты просто играешь и читаешь не вслух, то вообще изи. О, какой-то здоровый идёт. Прикольный какой. Что могло привести его так далеко на юг? Голод. На севере не осталось волков. Тут часть сторма, мор поглотил одну из первых. Бедняга. Я бы его угостил, но тогда он и собаку съест. Читай! Я сейчас тебя бы забавила. Лучше бы нам держаться в стороне. Пошли подерёмся. Зачем в стороне держаться-то? Ё-моё. А можно, типа, назад вернуться? А карта есть? Карты нету. Окей. Раньше, чем через год, и смогу поиграть, даже если бы сейчас она на пока вышла. Я выбрала уго, которая на карусели даёт выбор одного. Прикольно, что сказать. Секунду три или пять есть на выбор, потом выпускают первых. Я не понимаю, о чём-то. Так, давайте попробуем назад вернуться. Почему можно вернуться назад, я вот не поняла. У вас там как? Глазкам не больно от фу-пэйсиков? Потому что я поставила раздел качества, а не производительность. Хотя во время боёв, наверное, надо ставить производительность. Ой, Дастя! Кстати, а давайте... А, нельзя! Нельзя! Нельзя переставить, поняла. Что ж, одной помехой меньше. Ступай за мной. Подожди ты, куда ступай? Надо всё побегать, полутать. Давайте я, наверное, сразу... Ой, подождите, его можно погладить. Стой, стой, я хочу тебя погладить. Тебя... Вот, да, давай. Ой, ты мой сладенький. Ой, хорошенький. Не могу, лота какая. Зато, мэйби к тому моменту какие-нибудь геймовские... геймвойсики уважат финалочку. Но они уважат только тогда, когда она выйдет, будет на компе текст. Хотя, может, я знаю, есть энтузиасты, которые прям для стримеров переводят игру, записывают им. Ну, если, допустим, совсем нет даже русских субтитров, они, типа, переводят её, прописывают это всё и они читают. Но здесь уже есть прописанное, да, тут, по сути, только озвучить. Но я не знаю, блин, они так долго делают эту озвучку. Я не знаю, они сделали хотя бы... Чё там они набрали? Джедаев, Хогварт... Хогвартс до сих пор так и не вышел. И чё-то дам ещё. Леолоки, здравствуй. Частицы и траву опусти. Чтоб я ещё знала, что... Как это делать? Так, система. Тут, видимо, нельзя так делать. Спасибо за фолл. Так вот, частоту кадров возьмём пока. Попробуем. Привет, Найдёс. Теперь он с блохами будет? Почему? И во вторник читала Оугу, при помощи которой у тебя нет барьера на карусели и ты можешь сразу бегать. А, да. Да-да-да. Лодичка, да. Будьте здоровы. Жесть. Келатиф пишет. Ну всё, теперь он с блохами будет. Рома капсом. Я загадываю загадку. Что? Что происходит в этом чате вообще? Ой. Блин, музыка в игре великолепная. Сразу слышится, что это натуральная музыка оркестровая. Ну, натуральная. Ну, вы поняли, короче. Я разговаривать не умею. Нагиус, я пшикаю себе ксимилинам в нос и не беспокоит практически. Разваленная. Разваленная. Повсюду лишь разваленная. Говорят, они выселись до небес. Вот и осталось только падать вниз. Из этого явно можно извлечь урок. Впрочем, подождёт. Идем. Почему при заходе предупредили, что контент для взрослых и где он? Чем я тебе не секс-контент? Хоть я и в домашней футболочке. Да там сексуализированные разговоры просто. Мы же шутим вечно про письки-сиськи. Вот. Чтобы знали, что тут как бы мы тут не титьки мнём. Да. Мы разговариваем на взрослой темы. Поэтому, Ашот, мама, если ты ещё недостаточно взрослый, выйди со стрима, пожалуйста. Вот она, вот она, Э, кой! Да, да. Игра только на Сонике. Финалка всегда крута, но это эксклюзивность временная. Да, понятно дело, но всё равно, блин, не понимаю я эту эксклюзивность. Неужели Sony настолько много заплатили с Квэр Эниксом за эксклюзивность, что это покрывает доходы с других платформ? Я думала, ты в басике начала стримить. Ну, нет, пока ещё нет. Ага! Квэр Эниксом Квэр Эниксом у меня не делается огненный меч, чё за фигня? Квэр Эниксом Квэр Эниксом Квэр Эниксом Чё-то, короче, я не то же мук, походу. А, стримить в трусах с раздвинутыми ногами это топ-тренд. Это топ-тренд, очень популярный. Зато завирусилась нахрен вообще везде, во всех соцсетях это обсуждали, мне кажется. А всего лишь просто нужно было поменять ракурс вебки не сверху, а снизу и развалиться как тебе поудобнее. Ай, жесть. Как-то на семёрке вроде не особо бегали. Ты про ремейк, который семёрка? Там русского не было, вот. Ну, по крайней мере, наши поэтому не бегали. Ну, я бегала, я потрогала, но переводить, конечно, сидеть с телефоном это жёстко. Не понимаю вообще хайпа вокруг этой игры из серии. Игра максимально посредственная аниме Драчильня. А, мне нравится. Люблю аниме Драчильня. Сейчас вот вышла, все её постримят дней 5-7 и все забудут. Ну, наверное, да. Почитай ещё раз. Ну, надо, да. Машинный перевод, но это уже сейчас, а тогда, когда она только вышла, ещё не было его. Плюс я играла с Соньки. Вот. И у меня точно не было никакого перевода. Видимо, рядом гнездо, глядевого. Так, подождите, теперь мне нужно способность. А, усиленную магию я не выучила. А, нет, выучила, но она одна. Удерживайте треугольник, чтобы усилить магический заряд. Отпустите, чтобы провести атаку. Окей. Удерживайте квадрат. Я удерживала, он нифига не работал. Острый меч Клайва окутал огонь. Отпустите для проведения мощной атаки. У меня не работало это, я не знаю, почему так. Почему он меня не лечит? Торгал, почему ты меня не лечишь, солнышко? Ой-ой, полагаю, нам придется искать другой путь. Такое в мои планы не входило. Что такое? Зачем полагаться на свои инстинкты, когда у вас есть питомец? Если заблудились, удерживайте Л3 и доверьтесь Торгалу. Верный друг укажет путь. Давайте поглажу за это Торгал, давай. Попробуй не в бою. Не в бою они работают. А нет, смотри, так вот, я стою. А, то есть он проводит атаку, а потом вот это вот так вот. Короче, надо ждать, я поняла. так. обидно, я ведь люблю волков. Я тоже люблю волков. мы сделали то, что должно. Приятнее, что-то там не стало. так, удерживайте Л3, чтобы Торгал показал путь. Это я и сама справлюсь? Зачем? Или не справлюсь? Ладно. Да я ж тут пробежала, лол. Лол. чихнуть хочу. Оставляю келатива без слоника. Он будет плакать, бедолашка. Ой, мазилыч, а сделай-ка штучку. А, хотя, ладно, я сама сделаю. сейчас босс будет. Грайву ялзо. Так, что-то там достаточно чего-то там. Ай. Ай-яй-яй. Че-то мне кажется, я эту часть отъеду. Блин, я не то нажимаю. Ай-яй-яя. Крайву ялзо. хорош а их можно два разных юзать а а а а а а а а а Играет музыка. 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 так шершень и как тебя давай вот так вот блин тебя убивать миллион лет ты серьезно я про соси соси ты мне ты мне все время присылаешь смайлик соси сегодня ты мне написал это текстом ты же меня тегаешь и пишешь как бы если ты тегаешь и присылаешь мне смайлик соси это типа ты не мне пишешь очень странно тогда так тут честно подуть так держись давай блин я как-то хочу как-то поудобнее сесть но не хочу одеваться и могу случайно жопу засветить может легче реально выпку выключить а понять и простить не так я поэтому и ничего не говорила я просто я человек терпеливый понимаете вы на меня вот так вот очень многие даже зрители обижались они пишут какую-то херню пишут пишут я говорю ребят на мне неприятно давайте не надо меня не слушают раз меня не слушают два меня не слушает 3 и после этого я начинаю срываться орать и ругаться и меня после этого еще называют истеричкой но типом но мне не нравится как бы ну я извините может быть вы посчитаете это чсвшном или еще что-то мне в реальной жизни никто не говорит с оси и сосай или еще что-то у меня в обществе только нормальные люди которые разговаривают нормальными разговорами нормальными словами без вот этого вот мы все с вами взрослые люди давайте общаться нормально да господи ты будешь драться или нет опять кило тифка ся что-то не он вроде первый раз мог все чем не почему опять-то с девочкой на мамбе познакомился ты там это поаккуратнее если что я знаю там много ищут себе папиков и спонсоров да в смысле с ботом ладно окей раз ты из меня дуру делаешь я сейчас зайду в этот самый в в этот самый список как бы твоих сообщений вообще-то есть так листаем так листаем 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 а ну да сегодня он написал сосай видимо не мне сегодня без тега окей до этого не будет было про слоника а нет слушай неужели ты после моей просьбы перестал мне скидывать да ну не гони не может быть такого серьезно у меня ты у меня первые походу в жизни ты походу у меня 1 которого я попросила и это перестали делать да подождение дашь и побородишься за баню нахрен да я долистаю ветер такой силы на вес я сейчас от тебя заболел подождите так слушайте реально перестал линки латиф тогда извини вот и последний раз это делал 11 06 11 06 ты мне скинул стример соси мазил очки отдал 600 она там за любовь наверное видимо потом я тебе сказала это перестал вот это шок контент же спасибо келатиф все извини пожалуйста братишка прости пожалуйста грешную а сейчас найдешь туда с прошлого года не менее последняя была 11 06 поэтому по после ты ничего не писал мы с прапором братаны и вместе же бан получим да да завтра жду маечку так вначале стрима была хотя я сейчас только так наверное и стримите буду потому что жарко пипец хотя мне уже жарко даже в топике но я прочитала я прочитала что сейчас буквально к выходным придет какой-то типа клим климат циклон короче какая-то херня придет и ночью будет доходить до 10 а то и до двух не до 10 в москве и до двух градусов тепла ночью летом 2 часа у 2 часа 2 градуса ночью это холодно это пипец как холодно для лета тем учетом что я сплю под простынкой даже 10 это холодно но я все равно я надеюсь что она быстрее придет потому что я жару не могу прям вообще пипец и как-то причем у меня в зале нормально а здесь видимо мне тяжело потому что компьютер выдувает горячий воздух вот и прящи пипец мне плохо то есть или накосячила по ходу но не за чтобы накосячила я недавно писала в телеге вот искал про как проговорю еще раз на стриме я дико извиняюсь у меня пмс затяжной пмс который длится уже ну неделю так точно я еще не знаю сколько продлится я очень ранимая чувствительная меня легко обидеть я могу легко полыхнуть и все тому подобное вот поэтому если что не обижайтесь на меня это все эмоции это никак не контролирую я сегодня не могла уснуть до половины пятого утра потому что я злилась из-за вчерашней ситуации прикиньте я была такая злая я себя так закрутила это просто жесть я уже просто накатала сообщение даже чаре что типа извини я больше не буду играть вычеркните меня из последней этой самой потом думаю так стоп нет эля тормози переспить типа с этой мыслью и завтра если ты до сих пор будешь злая тогда отправишь но я проснулась все норм было вот но при этом меня мордовала пол ночи какая я была злая и я не могла вообще никак это контролировать я вот лежу я понимаю что это какая-то вот знаете такая ярость и злость неконтролируемая мне так обидно я так злюсь и мне надо что-то с этим сделать я вроде не хочу выплескивать потому что по сути частично люди правы как бы мне дать дракона тоже не особо справедливо было вот но как бы там да но короче суть в том что я сейчас не контролирую эмоции я могу обижаться гореть ругаться кричать материться и все тому подобное поэтому потерпите чуть-чуть это пройдет вода тем временем я сейчас сижу шерстяной кофте лол серьезно офигеть можно меняться что меня мужик стоит ждет до сих пор весь мужик мужик пёс а мы там и были карта так и нету на пишут что сюда надо подожди но я туда тогда не сходила вот тут тоже подраться можно я мороженка вчера ела ноги с у меня зубы по итогу заболели да зашел про простынку вспомнили а чё такое у тебя какая-то психологическая травма с простынкой на девочек нет смысла обижаться ну тут зависимости от того как девочка тебя обидит видимо тебя еще девочки значит не сильно обижали я обожаю жару и кайфую атлета долин у меня тетя такая же сумасшедшие женщины я не могу мне тяжело мне прямо тяжело дышать я не люблю потеть но я очень редко когда потею но вот когда вот на меня вот так вот фигачит горячий воздух естественность меня начинает течь и то есть это либо надо часто ходить в душ а я не люблю часто ходить в душ потому что у меня кожа очень чувствительная она сразу пересыхает вот и мне прямо больно когда она вот стягивает пересыхает мне прям неприятно кремами тоже часто не помажешься потому что постоянно будешь ходить жирная но в плане кремов да но и не мыться тоже не получится потому что будешь ходить липкая вся ну короче без крайности в крайности я люблю умеренную погоду во всем всегда должна быть умеренность спасибо за полу у нас сейчас такая холодная погода ночью температура опускается ниже плюс 10 а днем поднимается выше 20 погода характерная скорее для апреля чем для июня я даже пододеяло вернув под одеяльник ничего себе ну прапор да ты привык что для вас это жарко королевский лазутчик далековато над домом пойдем за ним даже погода в москве душнило да мазил что тоже жару любишь вот там эта девка кажись итак они в той стороне все до единого грегор мне свидетелем превосходно уходим не понимаю разве я не доказал свою верность мой владыка и впрямь ценит верность превыше всего но ты так быстро продал своих сограждан за звонкую монету чего это что было это женщина бенедикта харман командир элитных лазутчиков валуда или валуда если поймать ее она очаровывает что ли эй бросай оружие имперцы дрогляшек ну давай повоюем на тебе пет на тебе пет Субтитры сделал DimaTorzok Ой Так, это что такое? Идеальный бой Увидев оранжевый световой сигнал в ключевой момент боя Несколько раз нажмите квадрат Чтобы провести решительную атаку И отбить, или отбить удар врага Отлично, хорош Отлично Тренируем пальчики Не смейся с работы моих пальчиков О, шут, бич А где он? В жопку его, в жопку! Мечом, своим большим мечом давай его Волька, Волька на него, Волька Ой, блядь, уворочайся В жопку еще раз, Бак У него жопка слабое место Пальцы болят, подождите, мне надо отдохнуть О, хо-хо-хо-хоо Фак-дэд, чят Блин, дару, Ирихула так чат предлагаю делать тайм-аут я пойду что-нибудь найду пожрать как раз рука отдохнет а то не могу меня аж прям свело же сейчас я приду а я тут все здравствуйте я вернусь на там ветер сильный я открою так окно так ну что я даже так это холодный салат съела и под замерзла я просто думаю это чё блин надо заказать может доставку какую-нибудь я фрукты хочу так как я в магазин не успею придется заказывать доставку но из магазина не готова еды а из магазина так вам есть 18 то вроде с утра было так моё жена моё жена винишко запускать баклажанов бургер суши суши уверены что это то так вот сырочек возьмем блин я вот не знаю фрукты тут не это недорогие лим так черешню хочу виноград зеленый без косточек давай нектарины еще скидка блин привезут какие-то нектарины говняная черешня бычье сердце это огромное что ли блин может его взять но она стоит в два раза дороже типа обычная через блины сколько стоит черешня нормально в москве маш ты знаешь может и тут кстати на гисты тут на вопрос тебе нет 18 тебе больше спасибо за даже напомнил арбуз брусочки не но арбуз еще не не сезон кокос ломтики можно кстати как закусочку взять если вечером жрать захочется до моего жена возьму огромный этот сам блин а есть блин мороженое с кусочками мармелада я помню я в детстве такой ела очуменный был 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 короче с капельками шоколада он тип назывался 101 далматинец был с кусочками мармелада вообще мой любимый был брусочки во вкус веленом блин ну тут тут у них тип своя ландекс ландекс яндекс лавка они типа из вкус вела я так поняла не не доставляют редис очка блин 4 диски хочу блин окрошечки бы бахнуть на самом-то деле набор для окрошки упал но нет я люблю сама готовить малина блин а малина дорогая сто процентов будет сейчас еще вроде не сезон для малины там цену гнут уж ее просто так стаканчик палочек морковь и яблони нет так это печеньки принята крекеры крекеры или нет я походу еще не насытилась я сейчас как закажусь и на миллион рублей тут что-то походу чат-чат извините одну минутку груши хочу я груши не знаю ой как тихо стало что ветер успокоился что ли яблоки хочу яблоки ну давайте возьмем у тебя же есть рядом круглосуточный магазин почему ты в него не успеешь круглосуточный магазин возле меня это азбука вкуса она охереть как дорога но не охереть но дорогая плюс там фрукты брать это типа забей вообще там цены какие-то конские вот легче с яндекс лавки взять и мне доставят домой доведите меня сейчас блин проблема я полдня сплю потом типа просыпаюсь умываюсь моюсь подмываюсь там вот это все пока покушала пока подготовилась к стриму все пора уже начинать стрим естественно идет до 11 а там уже либо нихера не работает либо ну как бы время до поэтому до метра чё туда ехать надо на машине я обычно кого-то ребят прошу от мы недавно съездили там все перекрыто хотя не знаю у меня тот получается тут у меня до 11 работает магазин спасибо за фоллоу вот я не знаю у меня пятерочка есть рядом блин на магнолия магнолия классная круглосуточная но она далеко и мне туда страшно идти одну ночью хотя это как бы центр москвы здесь ничего не случится но все равно я могу найти приключение на жопу так что приду капец сквозняком дверь туда-сюда херачится миллион рублей и потом натурой будешь расплачиваться я не против так что вытащитесь я хочу что-то сладенькое еще помимо помимо да я хочу йогурт я хочу йогурт 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 вот малина протертая сибирская ягода ой не это какой-то для детей тюбик нафиг так йогурты и десерты так с персиком люблю с персиком ванильный сурок давай возьмем так греческий нет греческие йогурты блин не никогда не нравились пипец мой свите пай какой-то закос под чокупай по ходу так шоколадные батончики не хочу эти йогурты слишком химические подождите нет не переходите я еще отдыхаю вот простоквашина тоже с персиком можно взять и чудо можно с вишней взять хорош то йогуртов хватит так что я еще хочу сыр я взяла мне колбаса нужно хлеб у меня есть да так нет доктор paper нет блин я щас хочу очень-очень сильно ограничить мне прислали ключ так извините отвлеклась что я говорил это колбаса и сосиски колбаса и сосиски так сервелат кремлевский дымов а какой еще 10 сосиски какие-то не не очень что-то по виду хотя тут фотка как можно о них судить туда 40 копченая вяленая колбаса порезанная да не хочу а порезанную качалочку или как этом в эту полосочку эту палочку дайте мне анагиус уже убежал да блин ладно а можете его кто-то тегнуть в телеге и призвать его на стрим у меня к нему вопрос о вот сервелат сервелат а в чем отличается зернистый от венского так вот это венский а вот это о нет зернистый получше венского блин а только не говорит что у меня все на хрен сбросилась пожалуйста твою мать пожалуйста ну не сбросилась хорош так что этот набрала господи иисусе так фрукты 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 мороженое сырок йогурт и колбаса сыр все ахериться на зашло сервелат финский папа это сервелат армазавра что ли или что его я не могу промазавра признавайся твой так ну в принципе тут все что я хотел 2000 а что так много а я добавила еще одно мороженое еще одного к до блин 2000 много блин вот так вот если посмотреть здесь все типа по 100 чем-то рублей и откуда тут две тысячи я не понимаю доставка бесплатная заклинание для призыва какое нужно да не знаю тэдочка привет блин я не знаю я не хочу ничего убирать окей ладно я уберу яблоки мне сменять них плохо так йогурт давай вот этот один уберем оставим вот эти два хотя блин нет вернем персик же 169 рублей всего ладно или не жлобись ты это тебе покушать или это все 2000 так 2000 ничего потом найдем деньги у чатика попросим я последнее время по магазинам вообще не хожу а мне нравится по магазинам ходить я прям кайфую так отчет про протачивать будем почему ее нельзя так что это волна жара давай нельзя изменить и получить способность в ходе боя а понял поняла они нормально все господи да я ж только отдохнула мне на спалится 5 четвертый еще давайте не ну ладно я тоже же по магазинам не хожу только если за хлебом или водичка не я люблю сама выбирать особенно если это какие-то фруктики там вот это всякое такое так знак силы увеличивает показатель атаки на 7 страны шок метеорит они приняли на за им перцев их прям похож хотя сражаешься как истинный щит азарии вдобавок получивший дар феникса слово вот любопытно другой айкон огня способом способен наделить даром ты мне не веришь и и сотворил создатели стихии восемь айконов хранители единого закона я не знаток религиозных догматов но в этом случае разночтений нет у огня есть один хранитель как и у прочих стихий новый родится когда текущий умрет и порой лишь спустя много лет однако ты не похож на лжут сам значит есть только один человек способный внести ясность и он сейчас в лоствинге полагаю как и наши друзья валутся поспешим пока не стемнело а вдруг кто-то найдет тела тогда их ждет жестокое разочарование что прикол они ресницы что ли особенно когда плюс 35 было ну его нафиг ну да при плюс 35 хотя мне наоборот в кайф потому что я ходила у меня все магазины которые рядом там такие мощные кондиционеры что ты туда приходил и просто замерзал а у меня дома нет кондиционера и я специально ходила в магазин чтобы там замерзать охлаждаться и приходить домой замерзшие мне этого хватало там типа ну надолго вот так что короче вот такие фишечки вот так вот приходится до бедосеньком выживать в этом мире так просто пока по магазинам пройду все устану в приложении сразу нажимаю скидки набираю скидки какие скидки где там такое подождите назад продукты рестораны лавка ну наверное лавка так и дальше шо скидки кэшбэк вот это поворот шееееееееееееееей ой какие срочки все нафиг иди в жопу отстань ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха допустим о перекрестках просто лавка мне привозит только от 200-500 А перекрёсток тоже можно заказывать, да? У них тоже есть своё приложение. Я же просто не в курсе. Я же не местная, я приезжая, поэтому объясняйте мне. У меня перекрёсток, ну, рядом особо... Ну, есть, но они далековато. То есть туда надо идти, и это, ну, типа час-полчаса в одну сторону дорога. Вот. Но там обычно большие такие супермаркеты, там можно много чего набрать. Вот перекрёсток, кстати, мне нравится. Для Сбермаркета всегда куча скидочных кодов. Я сегодня 700 рублей скидки по коду получила. Сбермаркет. Это типа вот что-то то же самое, как Яндекс.Лавка, да? Я просто не в курсе. Привет, Джокера. Так, повтор этапа... Всё, мой голос сел. Повтор этапа и режим аркада. В пространстве Камня Аретта доступен повтор этапа и режим аркада. Чтобы узнать подробности о них, зайдите в... Зайдите на изменяемую площадку. Понял? Так, это наш... Что нам надо, да? Такого перика 99 рублей доставка, но там очень часто овощи по скидке, особенно помидорки черенок. Так, давай, сейчас прям сразу найду. У меня просто тут откуда-то лавка доставляет прям очень-очень близко, и у них там есть достаточно дешево. Но, как я уже рассказывала недавно, я очень сильно разочаровалась в Яндекс.Еде и во всём вот этом всём. Кококорана. Кококорана. Ты про развалины павших? Их зовут воздушным судном. Но летать ему уже не суждено. А жаль. Ты уверен, что мы сможем найти там доминанта? Мой лазутчик ещё ни разу не подводил. Так что стоит поспешить. Идём. Так, всё, волосы убрала. Ничего в лицо не лезет. Ладно, всё, вот так вот нормально. Сейчас залижем себе специально. Они не падали, они меня бесят. Так, при санастройке с обелиском Клайв может быстро перемещаться к нему, используя карты мира или текущей области. Для санастройки достаточно подойти к обелиску. Окей. Это вот обелиск, да? Вроде мне такие уже встречались. Может, сойдут за ориентиром. Нажмите большую кнопку, чтобы открыть подробную карту. Ага, открыла. И чё? То есть мне тут нужно всё пробежать и до конца локации. То есть всю локацию можно зачистить. Окей, так. Давайте так сделаем. Ютуб, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал и ждите следующего выпуска. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok